Девушки отдыхают Я подвел вас Сокровище? Потеряно А Робер? Сбежал Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание важнее которого еще у нас не было А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал Надо собрать новый отряд Я клянусь, что найду его Я пойду и... Нет, не пойдешь Ты сделал достаточно Где Малик и Кадар? Мертвы Нет Не мертвы Малик? Я выжил А твой брат? Пал Из-за тебя Робер вытянул меня из комнаты Я не мог вернуться Ничего не мог сделать Потому что ты не слушал меня Всего этого можно было избежать А мой брат? Мой брат был бы жив Твоё неумение чуть не стоило нам победы Чё? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик Вот Возьми Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем Повелитель Нас атакуют Люди Робера де Сабле Обложили Мессиаф А он ищет битвы? Хорошо Мы дадим ему бой Сообщи остальным Пусть крепость подготовится Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить Ступай в деревню Уничтожь захватчиков Напавших на наш дом Будет сделано Перемотка на более поздний участок памяти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Альтаир, хорошо, что ты пришел Нужна твоя помощь Что случилось? Тамплиеры Они напали на деревню Большинству селян удалось сбежать Но не всем Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей Займи их, пока я буду спасать тех Кто угодил в ловушку Хорошо Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ах! Ах! Моя нога! Тихо. Тамплиеры услышат. Я останусь с ним и помогу. Дальше пойдешь один. Канаты приведут тебя к ловушке, которую мы установили. Обрушь смерть на головы врагов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Назад воины! Назад! Ты помог нам дать отпор Роберу? Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал? Назад! 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 Взят! Поверь! Но я не потерплю предательства야! Я не предатель! Ты не оставляешь мне выбор Мир над тобою, Альтаир Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные Я все еще вытаскиваю его Он пробыл там слишком долго Подожди Мы слишком далеко от того, что нам нужно Рисковать нельзя Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги Я не понимаю, зачем? Уоррен, пожалуйста Хорошо Мне нравится, что приходишь со мной на глазах у пленника Этому есть название, нарушение субординации А мне не нравится, что ты хочешь убить его пленника, чем мы закончим работу Поэтому ведь название, и название это глупо Люди, это не мое решение Не я устанавливаю строки, но я достаточно умен, чтобы не спорить Ты же не хочешь покончить, как Лайва Я знаю, чтобы слухи всех не положили И поэтому у нас нет времени возиться с ним Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется У нас ничего и нет Но будет Надо верить в свои силы Отлично Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его так больше Мы не можем прерваться каждый раз, когда он чеснется Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь Я сделаю сейчас маму Мне нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника Этому есть название, нарушение субординации А мне не нравится, что ты хочешь убить его, когда мы закончим работу Этому есть название И название это глупо Люди, это не мое решение Меня устанавливают строки Но я достаточно умен, чтобы не спорить Ты же не хочешь? Дьявол, даже не переодеться Я знаю, чтобы слухи всех не положили И поэтому у нас нет времени возиться с ним Если ты будешь нажимать слишком сильно Мне не нравится, что ты споришь со мной на глазах у пленника Этому есть название, нарушение субординации А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу Этому есть название, и название это глупость Люси, это не мое решение Не я устанавливаю срок Но я достаточно умен, чтобы не спорить Ты же не хочешь закончить как Лейла Я знаю, что тот случай всех переполошил И поэтому у нас нет времени возиться с ним Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется И у нас ничего не останется У нас ничего и нет Но будет Надо верить в свои силы Отлично Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь Я сделаю, что смогу Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь У нас много работы Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи Это лишь малая жертва Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко Приведу аналогию Коррупция, словно рак Если вырезать метастазы, но не тронуть источник То ты всего лишь оттянешь время А излечение можно добиться лишь систематическими мерами Химиотерапия, Дамас Обучение А вернее, переобучение Но это нелегко И не всегда работает Дайте догадаюсь У вас есть идея получше Что же это? Ха-ха-ха Как я вам и сказал Начинаем программу, Дезмонд Чтобы собрать сведения об окружающем Используйте вид действия Я жив? Но вы ударили меня Я чувствовал дыхание смерти Ты видел то, что хотел показать тебе я А потом ты спал сном мертвеца Сном младенца в чреве Чтобы переродиться и проснуться Для чего? Ты помнишь, Альтаир? Ради чего сражаются ассасены? Ради мира Во всем Да Во всем Недостаточно остановить насилие человека Над человеком Мир должен быть и внутри людей Не бывает одного без другого Так сказано Так и есть Но ты, сын мой Не обрел внутреннего мира Это проявляется в твоей грубости И самоуверенности Разве не вы сказали, что ничто не истина И все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается Это знание, которое направляет нас Оно требует мудрости, которой тебе не хватает Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло Малек считает, что это справедливо Твоя жизнь За жизнь братьев Но так бы мы потеряли время и твой талант Сейчас ты лишен всех приберегий и своего звания Ты вновь стал новичком Ребенком Как в тот день, когда впервые пришел в наш Ортен Я предлагаю тебе искупить вину Заслужить путь назад в ряды братства Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет, пока нет Для начала ты вновь станешь простым учеником Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие Но с этого дня ты сам будешь искать их Как скажете Именно Итак, что я должен сделать? Нас предали Кто-то помогал Реберу Д'Асабле Кто-то из нас Ты должен найти его и привезти ко мне для допроса Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно Остальное — твоя задача Ты должен быть короткой Продолжение следует... От кого он убегает? Мира и покоя, Аль-Таир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно. Но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы? Да. Начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет. Так не получится. Вступай. И помни. Начни поиски с деревенского рынка. Спасибо. Да. Музыка. Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинчиком и выясни, с кем переписывается масон. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не начал одной из своих же корзин.